Хей, друзья мои! Всем большой привет и добро пожаловать в игру D74! И у меня для вас есть отличные новости! Только что вышли два новых комплекта, и сегодня мы с вами их детально изучим, а затем напишите в комментариях, какой из двух комплектов вам понравился больше всего. А может быть, вам вообще эти комплекты не понравились? В любом случае, мне будет очень интересно почитать ваши комментарии, и я предлагаю начать с комплекта «Сокровища из подвала». Немного пыли. Иногда в пыльном подвале можно найти самый настоящий клад. Он может быть не первой свежести, но прекрасно подойдет для использования и будет создавать уникальную атмосферу. Бесценные воспоминания. Украсьте дом декором с богатой историей. Возможно, он дорог вашим персонажам, или просто оказался под рукой в нужное время. Используйте старые воспоминания для создания новых. Большое спасибо я за предоставленный доступ к этим комплектам, ну а мы с вами переходим в режим строительства, и сейчас посмотрим, какие новые предметы появились в игре. Итак, в игре появилось целых 25 новых предметов, плюс новое покрытие для стен. К сожалению, новое покрытие для пола нам не подвезли, поэтому мне пришлось использовать черный паркет, чтобы показать новые ковры. Я сказала новые ковры, новые пятна и царапины. Ну и теперь давайте детально изучим, какие предметы появились в игре. И начнем мы с вами, пожалуй, с вот этих кресел. И когда я разместила эти кресла на участке, я сначала не поняла, какая между ними разница. Ну, согласитесь, это коричневое кресло, и это коричневое кресло, и царапины вроде бы одинаковые. Но затем я поближе их рассмотрела, и оказывается, что вот это кресло выглядит трошки более старым, чем вот это кресло. Вот смотрите, у него сидушка более зацарапанная, чем у этого кресла. Да, ребят? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Или у меня уже глюки, или у них действительно разные царапины. Также у нас появились два новых красненьких, но, кстати, у красного кресла, мне кажется, эти царапины еще меньше видны. У черного, ну, у черного получше. Ну и у белого, блин, слушайте, смотрите, практически как новое кресло выглядит. Также у нас появились новые диваны. Они у нас есть одноцветные, и есть вот такими вот узорами. И знаете, я вам уже раньше рассказывала, что мне очень нравится, что последним временем диваны выходят такие вот более живые, что ли. Они не идеальные, на них лежат какие-то тряпочки, какие-то вещи, какие-то подушечки. И вот такие диваны мне нравятся гораздо больше. Движемся с вами дальше, и следующий у нас угловой столик. Сначала я думала, что это еще один телевизор. Я специально зашла в электронику и смотрю, а там есть только один телевизор. То есть это у нас сугубо декоративный предмет. Посмотреть какую-то передачу ваши симы не смогут с помощью этого телевизора. Но знаете, мне очень даже нравится, что у нас появилось несколько времен тех или иных предметов, если можно так сказать. То есть в зависимости от вашей истории, от ваших симов, вы можете, например, взять вот такой вот поновей телевизор и разместить в подвале. Либо же можете вообще вот такой вот добавить. Но, кстати, что бы я еще сделала, я бы, наверное, эти два предмета все-таки сделала разной стоимостью. Но согласитесь, этот столик должен стоить трошки дешевле. Движемся с вами дальше, и у нас появился еще вот такой вот столик. Тоже, как видите, есть различные цветовые варианты. Но здесь они все, в принципе, более, хотя нет, не более-менее одинаковые. Вот на этом столике есть пятна от кофе, например. А вот здесь, как видите, пятен нет. Тут тоже пятен нет, и тут нет, и тут нет, и тут нет, и тут нет. А вот здесь пятна есть. То есть, в принципе, в этом есть какой-то плюс. То есть вы получаете, а, смотрите, тут, видите, есть вот такие вот отломанные детали. Здесь этих отломанных деталей нет, нет, нет. И здесь тоже они есть отломанные. То есть, получается, в этом комплекте в части предметов мы получаем, ну, грубо говоря, два в одном. То есть, не 25, а больше предметов. Я вам сейчас еще покажу, какие у нас появились трещины и пятна. Но сначала нас с вами интересует еще один столик. То есть, на вот эти вот стульчики можно поставить, например, какое-то растение или же лампу. Еще у нас появились вот такие вот очень даже симпатичные растения. Видите, тут есть с треснутым горшком, а есть нетреснутым. То есть, ребят, действительно, в комплектах нужно обращать внимание на вот эти вот детали. Да, понятное дело, мы с вами трошки позже обсудим вообще комплекты, но в целом мне нравятся. Новые зеркала. У нас появилось вот такое зеркало и вот такое. То есть, с какими-то картинками, с какими-то предметами и просто обычное зеркало. Но, как вы видите, оно такое вот в пыли, затертое. Есть также, по-моему, с трещинами. Ну, давайте пробежимся. Да, есть варианты с трещинами и без трещин. То есть, грубо говоря, у нас не два новых зеркала, а четыре. То есть, в каждом из этих зеркал есть подвиды. Я, по-моему, уже замудрила, но я думаю, что вы поняли, что я имею в виду. У нас появились коробки. Достаточно много коробок. И, как вы видите, даже внутри коробок... Внутри коробок звучит, конечно, очень странно. Но обратите внимание, что у нас даже здесь предметы... Ну, в принципе, не только... Нет, ребят, они не отличаются. Я почему-то думала, что у нас начинка может быть разная. Я вижу, что здесь у нас какие-то полосочки, а тут у нас другие полосочки, а тут вообще полосочек нет. Но начинка в целом одинаковая. Также у нас появились вот такие коробки. И сначала я на них смотрела и думала, а в чем их отличие? Они же абсолютно одинаковые. Но затем я увидела, что у нас разного цвета скотч. Вот эта вот коробка вроде как выглядит поновее, а вот эта коробка уже стоит, наверное, в подвале не первый год. Также у нас появились новые телефоны. Ну, точнее, старые телефоны. И, кстати, мне кажется, или у многих в детстве были подобные телефоны? Смотрите, вот такие вот с ручками. Алло, ты идешь сегодня гулять? Меня сегодня отпускают в 12 часов дня. Мы можем сходить за мороженым и, может быть, еще мивинку купим. Как тебе такая идея? Слушайте, ну, смотрится, конечно, неплохо, но опять-таки, это просто декоранс. И все. Кстати, у нас еще появились вот такие вот милые безделушки. Вот, смотрите, вот такие вот. По-моему, это мишки. Да, ребят? Это же вроде мишки. И, понятное дело, что еще больше коробок. Было бы странно, если бы у нас подвал не был забит коробками. И знаете что? Когда я вот эти ящики размещала на участке, мне пришла в голову одна идея. Знаете, как нужно было сделать? Нужно было сделать так, чтобы эти ящики могли магнититься друг на друга. Вот, например, я хочу два ящика рядышком поставить, а, например, третий на какой-то из этих двух ящиков. Да, понятное дело, что можно использовать девятки, нолики, но мне кажется, так было бы тоже очень здорово. Я так понимаю, что это ящики с альбомами, да? По-моему, это с пластинками. А может быть, и не только с пластинками. Еще также появились вот такие вот симпатичные коробочки. Также вот эти награды мы с вами видели на скриншотах. Еще появились тележки. Вот такие вот тележки. Как видите, они все полузаплесневевшие. Хотя нет, ребята, смотрите. Вот эта тележка постарее, а вот эта тележка выглядит более новой. По поводу ковров. Не ковров, а пятен. У нас появились вот такие пятна и царапины. У нас появилось вот такое вот пятно, вот такая царапина, вот такое вот пятно. Его можно как раз возле плинтуса, например, разместить. Вот такое вот, дружки, странное пятно. Почему-то оно мне при приближении космос напоминает. Так, никакого космоса. Вот такие царапины. Кстати, можно вот эти царапины, например, возле пианино разместить. И еще вот такое пятно. Знаете, по-моему, мы с вами еще ни разу на обзорах пятна не рассматривали. Но шопоробыш, нам с вами добавили пятна, нужно же их, конечно же, изучить. Еще в игре появились вот такие кровати. Ну, точнее, это разобранная кровать. Понятное дело, что симы не могут собрать эти кровати и поспать на них. Но, как вы знаете, у нас в Sims 2 есть такие кровати. А ну-ка, напишите в комментариях, у какой семейки в Sims 2 сейчас есть эта кровать. Написали? Ну и, как вы видите, отличия здесь только в цвете матраса. Я только хотела сказать, что вроде бы матрасы все одинаковые. И отличия только вот в этих вот покрывалах. Но нет, ребят, смотрите. Тут более серый, а тут более белый матрас. Также в игре появились новые сундуки. И опять-таки, видите, есть более затертые, есть менее затертые. Знаете, с наличием вот этих вот различий, с наличием вот этих вот всех деталей, кажется, что комплект у нас состоит не из 25 предметов, а из большего количества. Но, честно говоря, я бы, например, вот этот комплект объединила бы с мелочами для дома, или как там называется тот комплект. Может быть, добавила еще что-нибудь и выпустила бы, например, как каталог, или, например, даже как набор. Туда можно какой-то функционал добавить. Сам по себе декор, конечно, неплохой. Но ждать по 2-3 месяца выхода только вот таких вот комплектов, ну, I don't know. Кстати, мы сейчас с вами выключим свет, посмотрим, как работают вот эти лампочки. У нас появились вот такие вот лампочки. И смотрите, ребята, они покосились! То есть это у нас не ровные идеальные лампочки, а вот такие вот трошки покосившиеся. И опять-таки, обратите внимание, тут есть трещинка, а тут трещинки нет. Нет, она тут тоже есть. Но тут она на попе, а тут трещинка на боку у этой лампочки. Еще появились вот такие вот лампочки. И, как видите, они тоже вот такие вот старые, потертые, затертые. Также в игре появились телевизоры. Целых 4 новых телевизора. И я вам уже говорила, что этот телевизор идеально подойдет семейке Фокс. Хотя у них сейчас тоже есть неплохой телевизор. Но я бы такой телевизор добавила. И вот смотрите, тоже они отличаются между собой. Этот такой вот затертый. Тут какие-то проблемы с экраном. Ну, согласитесь, смотрится вообще достаточно интересно. Учитывая, как сильно я люблю всякие такие затертые домики, то мы с вами обязательно будем пользоваться этими предметами. Еще в игре появились вот такие полки. И, как вы видите, тоже нескольких видов. Слушайте, мне показалось, или эта полка как-то кривостой? Нет, ровно. Я думала, она как-то трошки под углом. Но, подождите. А чем отличается вот эта полка от вот этой? Ребят, а тут есть отличие? Да, смотрите. Значит, здесь, ну, скажем так, более новый вариант этой полки. А тут уже какие-то внизу трещины, царапины, где-то краска облезла. Ну, то есть разные степени возраста полок. Разные степени возраста полок. Ребят, мы, по-моему, с каждым обзором придумываем новые и новые термины. Ну, и теперь мы с вами подходим к стенкам. У нас появились вот такие вот новые стенки. Точнее, это одно покрытие, просто разные цвета. У нас появились новые фотографии. К сожалению, это не новые рамочки. Я надеялась, что у нас будут новые рамочки. Мы сможем туда пихать различные фотографии. Увы, ях нет. У нас появилось 8 вот таких вот вариантов. И, кстати, тут тоже есть, видите? И черно-белые, и с трещинами, и более новые. В целом, знаете, смотрится интересно. Но, честно говоря, я бы все-таки делала отдельно рамочки. Потому что, мне кажется, что если среди наших симов нет даже похожих, то им как-то не очень бы хотелось видеть такие фотографии у себя дома. Ну, и еще, конечно же, в игре появились новые царапины и новые трещины. Значит, вот такие у нас появились, видите? Затертости, потертости. То есть, опять-таки, их можно использовать не только в подвале. Можно использовать в нашем домике у фоксов. Обязательно используем. Есть вот такие вот затертости, такие затертости, царапины. То есть, в принципе, как вы видите, предметов действительно добавили достаточно много. Учитывая, что среди этих предметов есть те, что у нас отличаются. То есть, внутри самого предмета есть подпредметы. Еще один новый термин придумали. И мне кажется, что действительно этот набор точно понравится тем, кто любит строить такие вот ружки захламленные, старенькие домики. Сейчас давайте мы с вами перейдем к комнатам и посмотрим, какая у нас появилась новая комната. И называется она укромный подвал. Слушайте, по-моему, у нас в игре еще ни разу не было подвалов. По-моему, это единственный подвал. А, это не подвал, это все-таки комната. А я уж думала, нам отдельно подвал здесь добавили. Давайте поднимем стеночки и сейчас посмотрим, какой подвал получился у разработчиков. А затем я попробую построить свой подвал. Но мы же должны протестировать этот комплект. Итак, мы с вами заходим и попадаем вот в такой вот уютный подвал. Вот, видите? Стульчики поставили друг на друга, сверху поставили лампу. И знаете, кажется, что это какой-то трошки захламленный уголочек получается. Здесь у нас вот эти вот фотографии, то, что я вам говорила. Если вот этих персонажей нет в семейке, то будет как-то странно вешать их, наверное, на стенки. Вот этот вот телевизор, видите, телевизор стоит на телевизоре. Здесь у нас старый телефон, здесь у нас, видите, вот такие вот ящики. Тут у нас кресло, здесь вот этот вот диван, вот этот светильник. Кстати, давайте мы с вами сейчас выключим свет. Она дает такое вот трошки приглушенное свечение, то есть не яркий такой прям суперсветильник. Ну что, ребят, давайте посмотрим, какой у меня получился подвал примерно за минут 10. Я использовала все предметы из этого комплекта, добавила еще несколько предметов из других наборов. И сейчас мы с вами посмотрим, что у меня в итоге получилось. Итак, мы с вами заходим и попадаем вот в такой подвал. Я решила использовать освещение из этого набора, плюс добавила вот такие вот лампочки. Кто из вас может угадать, что это за лампочки? Напишите в комментариях. Значит, мы с вами спустились в подвал. Здесь у нас есть вот такое вот зеркало со всякими старыми картинами. Тут у нас какие-то ящики, тут еще больше ящиков. Здесь есть несколько фотографий. Я все-таки решила добавить пианино. К сожалению, это, по-моему, самый-самый-самый старый вариант. Видите, тут какие-то трещинки, затертости, потертости. Я специально поставила пианино под углом. Видите, вот тут у нас есть царапины на стенке. Может быть, это пианино достаточно часто двигают. Здесь у нас есть старая разобранная кровать. Я решила также добавить настольный теннис. Мне кажется, что он сюда отлично вписывается. Здесь у нас есть вот такое вот местечко, где можно просто посидеть, поболтать. Ну, а здесь у нас местечко... Да, я добавила ковер. Все-таки мне как-то, знаете, вот не хватало ковра. Нужно было, наверное, хотя бы один коврик добавить с этим набором. Хотя, в принципе, вот эти вот коврики из оборотней сюда просто идеально вписываются. И, кстати, как вы знаете, в оборотнях вот эти коврики тоже представлены в более старом варианте и в более новом. Ну и здесь, как видите, у нас есть телевизор. Здесь есть тоже несколько фотографий. И вот такие вот полочки, на которых стоят награды. И еще одна лампа. Может быть, я не знаю, они оптом скупили эти лампы, и поэтому у них весь подвал забит этими лампами. Ну что, ребят, на первый взгляд комплект смотрится очень и очень даже неплохо. Для тех, кто обожает вот такое вот все старое, трошки потертые, трошки затертые, с трещинами, этот комплект подойдет просто идеально. Но, как вы понимаете, это не единственный комплект, который мы с вами сегодня посмотрим. Впереди нас с вами ждут теплички. Не переключайтесь, новое видео выйдет очень скоро. Всем хорошего настроения, добра, позитива. Скоро увидимся. Не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok